И вновь доброго времени суток, еще это канал Накоминс Парадокс, и сегодня будет то, о чем говорилось в говорилке с вопросами. Да-да, кто не знает, тот пусть заграниц на главную. Автор Пинки Пай, точнее Пинка Мина. Пейринг, слава богу, только один персонаж, никаких пейрингов, слава тебе господи, не наезжу всю эту романтическую хуйню. Поверьте, тут будет намного больше, чем мат. Да-да, тут будет намного больше, чем мат. Потому что этот фанфик спросил меня, есть ли мне 18. Ага, мне в мои 21. Спросил он, есть ли мне 18. Паспорты. Доброй Пинки Пай уже нет. Кстати говоря, можно сбавить о кофтиках. Осталось только Пинка Мина, она будет убивать всех, и так кто же следующая жертва? Кто будет следующей жертвой? Сейчас посмотрим. Та-да, Эпплджек, ты первая? Что ж, Эпплджек, мне тебя очень жаль. Так, как тут сбавить? Какое прекрасное утро, поговорила она с улыбкой. Стеф на диван пони начала раздумывать о сегодняшнем дне. Мда, хоть день сегодня и выдался солнечным, но так скучно. А все эти радостные. Вот почему, вот чему радоваться, а? Как же я хочу их убить. В голове розовой пони возник план, который ничем хорошим не обернется. Я их убью, заставлю страдать. Но кого именно? Пинка Мина не знала и половины пони, лишь нескольких. На самом деле это вранье. Пинка Мина, точнее Пинки Пай, такое пони, такая пони, что знает всех пони в Панивилле. Ну, по канону. Может быть, Пинка Мина и не знает, а Пинки Пай знает. Могли бы пообщаться, спросить друг у дружки. Флаттершай, Рарити, Лира, Бон-Бон, Эпплджек. И тут маленькая пони замолчала. Идеальная жертва, не правда ли? Точно, Эпплджек! Сейчас Пинка Мина смеялась, как никогда. Она знает, как развлечься. Она знает, кого убьет. Прекрасное чувство. Пинка Мина спустилась в свой излюбленный подвал, воняла гнилью. Лампочка кое-как освещала все помещение. На стенах большими брызгами была кровь. Но она засохла, стала коричневой. Везде кровь. Везде запогнили и боли, которые испытывали другие пони, попавшие под скарпели. Пинка Мина равнодушно окинула взглядом весь этот кошмар. Уже не в новинку. Сейчас не время для оглядывания комнаты. Пинки заметила свой столик, свой любимый столик, на котором находились предметы пытки. Скарпели, щипцы, кусачки, даже уксус и гвозди, и соль, и гвозди. А над ними находился рубильник с током. Это полный пиздец, товарищи, это полный пиздец. Я поняла, почему этот фанфик 18+. Потому что он с садизмом. На приспособлениях было уже мало крови, так как она стекла и свернулась в пластмассовой чашке. Полная антисанитария. Мечта ковидника. С улыбкой на лице пинка Мина прошла, стуча копытами к столику. Так-так, пробормотала голубоглазая. Это лишнее, сказала она, глядя на покрывало, лежащее на столе, которое скрывало ее ножи, скальпели и быстро отбросило его. Доставая один за другим, она любовалась ими, словно сейчас их отнимут. На лезвии играли блики от узкого светолампы. Кровь ужасными пятнами засохла на рукоятке ножа, где-то была ржавчина. И должна выбрать самые лучшие ножи для своей подруги, захихикала она, аккуратно кладя в металлическую коробочку ножи. Пинка Мина была довольна своим выбором. Прекрасные ножи, замечательные ножи, они принесут ей максимум страданий, а если она не сдохнет от этого, то подхватит, как что-нибудь и помрет от болезни. Не самая лучшая смерть, мучительная. Да, бедные пони, бедные пони, но я знала, на что иду, когда начинала это писать. Да. Ну что ж, надо идти к своей жертве, ведь она сама под скальпель не полезет. Дорога к дому подруге казалась долгой, мучительной, но желанной. Жажда смерти придавала ей силы, вот она дошла до дома Эпплов. Метконосцы игрались с мячиком. Привет, девочки, а Эппл Джек дома? Весело спросила Розовая. Эппл Блом взяла мячик в копыта и кивнула головой. Они даже не представляют, что сейчас сделали. Спасибо-с, Пинкамина весело поскакала к крыльцу, где ее встретит и впустит подруга в дом. Метконосцы продолжили игру, ничего не подозревая даже. А жаль, они могли бы подойти к ней на помощь, но нет. Эппл Джек услышала стоп в дверь. Чуть ли не сразу Джек открыла дверь и увидела, что перед ней стоит ее подруга. Привет, Эппл, слушай, мы как-то так давно... Притихла Пинкина, тут же обняв оранжевую поню. Продолжила в своей веселой манере. Не виделись! Сейчас я занята, давай через часик встретимся, а? Грустно, отодвинув Пай в сторону, ответила та. Пинкамина это расстроило, она отвернулась и, опустивши голову, медленно пошла на выход. Давление на психику лучший способ добиться желаемого. Пинкамина отлично знала, что это разрешит ей остаться. Ну ладно, Пинки, только ненадолго. Неохотно ответила пони и жестом пригласила ее войти в дом. Ура! Радостно воскликнула маньячка и весело поскакала внутрь. Апл Джек даже не подозревала, что случится с ней из-за ее же... что случится с ней из-за ее же патруны. А вот и пришли! Странным тоном скатала пони с прямыми розовыми волосами. Зайдя в самую глубь дома, в самую дальнюю комнату пинкамина с размаху удавила жительница по голове. От головы пошла маленькая струйка крови, а сама пони отключилась, вдаваясь Пинки Пай. Странная, конечно, фраза. Пинки прошептала... Пинки прошептала... Запинаясь прошептала ими подруги пони с блондинистыми волосами. Она очнулась в дьявольском помещении, которое было пропитано гневом, болью, страданиями. Пинкамина появилась словно из пустоты и медленно подошла к подруге. На ее голове красовалась шапка, которая когда-то принадлежала и эплджек. Ух ты. Сразу мародерство сходу. Что происходит? Пони с зелеными глазами ничего не понимала. Она чувствовала только одно страх. Он накатил на нее с головой. А ты так хочешь поиграть со мной? Давай лучше другую игру, а? Слушай, это куда интереснее. Настаивала на своем пинке и схватила в копыта скальпель. Пипец. Сейчас начнется, да? Сейчас начнется мясорубка. Готовы втись, готовы втись. Выкиньте еду. Вдохните, выдохните, уберите подальше еду, воду, все, что бьется, все, что сможет сосношнить. Шон долго, как память и как ценность. И продолжаем. Ржавчина и кровь находились на этом скальпеле, надолго въевшись в холодный металл. Что? Что ты хочешь сделать? Она начала вырываться, дергаться, даже визжать, но убийца ее не слушала. Пинкамина, дурманенная желанием чужой крови, подошла к ней, порезала передние копыта, из него полилась струя крови. Которая обжигала кожу яблочной пони. Больно, черт, начала визжать, пуще прежнего Эппл. Убийца проигнорировала этот крик души. Она только поднесла свою мордочку кровоточащей ранней, начала слизывать кровь. Каннибализм. Насычившись, Пай обратила внимание на кьюти-марку. Три красных яблока. О, бог мой, алая яблока. Алая, ярко-красная. Прямо как кровь носительница этих яблок. Отвали от моего бока! Глупая фермерша Пинкамина Диану Пай ничего не остановит, если она себе поставила уже цель. Пинкамина начала поочередно протакать кожу с яблочками. Убрали его. Точно? Надеюсь. Из них полилась кровь. Красная кровь, которая незаметна на фоне этих плодов. Эппл орала, очень сильно орала, но Пинки это не остановило. Видимо, у Пинки живут бетонные ушные, скажем так, барабанные перепонки. Ну или она привыкла. Она подцепила краем острого скальпеля кожи с Кьюти Маркой и отрезала место с ней. Получилось много крови, с каждым надрезом ее ввелось все больше и больше. Разбился бешеный крик жертв, пропитанной насквозь болью и отчаянием. Я всего лишь отрезала твою Кьюти Марку, чего ты вдруг скричала? Вся эта ситуация забавляла ее. Что ж пришло время и твоим ушкам? Резкое движение острым предметом и одного уха не стало. На его месте осталось было лишь мясо, много вен, много крови. Опять. Фу, выглядело-то отвратно. Крик еще один мучительный крик вырвался из бедной пони. У меня есть для тебя подарок, ты заслужила его. Пинками достала топор и со всей силы ударила по шее Эппл. Кровь брызнула потоком, пачкая стены, стул и саму Пинки. А это хороший топор, сказала свои мысли вслух убийца, оставив жертву на этом самом месте. Она вернула свою комнату, отправившись под теплое одеяло. Она начала сладко засыпать, шепча имя своей следующей жертвы. И давайте начнем следующую сразу часть. Чего бы нет, коротенькое видео получается. И следующая глава называется Твайлайт, прощай. Новый день, новые эмоции и более насыщенное желание крови, боли и смерти. Пинками открыла сонные глаза, уже на автомате Пайс садится на диван и попадает в пучину раздумий. Долгожданный день, зевнула она. Осторожно спустившись со своего места, направилась вниз, в бездну смерти других пони. Эта бездна, как всегда, была вся в крови. Стоял запах крови и прогнивший плоть и Эпплджек. О, антисанитария. О, моя милая Эпплджек, как тебе твой новый дом? И снова этот смех, от которого он содрогается все живое. Отстегнув мертвую бывшую подругу со стула, она потащила труп на кухню. Там, расчленив ее на маленькие кусочки до самого конца, засунула в печь несколько копыт. Они поджарились быстро, из-за того, чего она насладилась этой плотью. Гнилая плоть. Она явно не боится, подцепить какую-нибудь бяку от протухшей плоти. Мало того, что канемалка, так еще и всякую гадость жрет. Нормально. Хоть бы свежую, что ли, ела, а? Никогда так не делайте. Никогда не делайте ничего, что указано в этом фанфике. Никогда. Поучительная часть видео закончилась, продолжаем чтение. Даже вкус оставался с привкусом яблок. Ученица Селестии осенила убийцу. Доев остатки еды, она направилась в гости к подруге. Направилась в гости к подруге. Мы все знаем, что будет дальше, правда? Да. Твайлайт. Идя по дороге, она жутко устала. Дорога была такая длинная, просто жуть. Она хотела побыстрее насытиться плотью этой заучки. Она хотела поскорее услышать музыку для своих ушей, крики, мольбы о помощи. Наконец-то я пришла. Облегченно вздохнула Пай. Маньячка постучала в дверь подруги. Твайлайт приоткрыла дверь. А, Пинки, это ты? Видимо, визит носительницы элемента смеха ее немного удивил. Проходи. Она распахнула дверь пошире своим фиолетовым рогом и пошла обратно на свое место. Пинкамина осмотрелась вокруг. Книги, книги, книги. Они везде. Из-за этих ее книг даже стол превратился в их полку. Вот зануда, подумала носительница розовой гривы и подошла ближе к лиловой пони. Та, глаза которой не было видно запеленной ее двухсветной челки, наклонилась над очередной книгой. Твайлайт, пойдем ко мне в гости. У меня для тебя сюрприз. Пинки, я читаю книгу. Холодно ответила она на предложение подруги. Убийца это огорчило. Она решила использовать один метод. Ладно, расскажу о сюрпризе. Я купила тебе такую классную книгу. Проговорила все быстро и шагая на месте, начала Пинки. Вроде Девингду. Помоги мне с ней разобраться. Она бегала из стороны в сторону. Из каких отапортов увлекаешься книгами, удивилась Али Корнша. Тебя это удивляет? Замерла на месте Пинкамина. Твайлайт посмотрела в сторону, немного подумав, пошла за Пинки. Радости ей не было предела. Хочешь чаю? Вежливо спросила Пинки, когда они зашли в дом. Али Корнша положительно кипнула головой. Это будет ошибка. Поскакав за наторно на кухню, она заварила любимой чай подруги и достала из стола старанный флакон. Сна-то ворное. По слогам весело прочитала убийца. Надпись на флаконе. И тихонько хихикая залила жидкость в чай. Вот бы она перепутала чашки, правда. Взяв поднос с чаем и печеньками, она направилась ждать к ждавшей ее Спаркл. Та с удовольствием выпила чай и полностью, попутно с этим едя печенье, сделаны Пинки. Голова Али Корнша стала тяжелеть. В глазах сначала темнеть. Не успев ничего сказать, сознание лиловой пони покинуло ее. Снова начинается трындец. Ах, ты уже проснулась! Почему так долго? Расспрашивала она жертву. Юная Спаркл смотрела обстановку. Все было залито кровью на стене, царила надпись из крови Life is a game. Игра это жизнь. Ком застрял в ее горле, было тошнотворно. Она еле-еле сдерживала порывы рвоты. Ох, твая, какая красивая у тебя Квитимарка! Вот бы мне такую! Она посмотрела на свою Квитимарку. Да, у тебя она гораздо красивее. А что она значит? Повернувшись боком, она откнула в свои три шарика. Что это? Сдрожала ли конша. На Квитимарке Пинки было два черных шарика и один темный серый. Хватит шутки шутить! Перевела тема убийца. Она схватила скальпель в копыта и легким касанием лезвия срезала кожу на боку с Квитимаркой. На другой же стороне были маленькие следы жира. Затем она аккуратно положила Квитимарку на стол, наслаждаясь приступом ее жертвы. Приступом боли ее жертвы. Кровь текла рекой, скатываясь по ногам жертвы и падая на пол, растекаясь алой лужей, заполняя все щели. О, святая Селестия! Сказала Пинкамина, обратив внимание на прекрасный рог Твайлайт. Легким движением отрезала его. Контуры она словно видела. Заместо рта остались лишь кровавые... Кровавое место пустотью. Твайлайт кричала так, как только могла. Топая боль охватила голову. Новый выброс адреналина в крови. О, ты еще жива! Улыбнулась Пинке и продолжила свою пытку. Слезав оставшуюся кровь, которая не успела засохнуть с топора, убийца поднесла топор к крылу бедной Твай и со всей силы ударила по нему. Эх, жуть. Остался лишь один маленький отрубок от когда-то прекрасного крыла. Красный обрубок из которого некрасиво торчали перья. Вновь крик. Глаза наполнились толстой пеленой слез. Еще один замах топора и не стало второго крыла. Рифма прям. Теперь ты земная пони! Голубые глаза, уже погрязшие во тьме мрака, насмешливо смотрели на Твайлайт, которая доживала свои последние мгновения. Последний вздох. Что же, прощай и жди меня в флоте, сказала Пинкамина напоследок, покидая помещение. В общем-то, я надеюсь, вам понравилось. Так вот, по две головы, по две, может быть, следующую по три, если вам понравилось. Пишите комментарии, не забывайте о том, что я говорила в этой болталке с вопросами, что от вас требуется, точнее, о чем я вас спрошу. И хорошее времяпровождение услышимся в следующем видео. У меня реально небольшой шок от данной работы, скажем так. Много, конечно, грамматических ошибок, но когда читаешь фанфики, это как-то несущественно немного. А так, если вам понравится, пишите комментарии, оценивайте надобность вебки, или же ее ненадобность, и хорошего импровождения. Не повторяйте запинки. Не делайте ничего из того, что написано в этом фанфике. Никогда. Повторяю еще раз. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok